Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы номер один Федеральной налоговой службы Вильдан Минеев. Вильдан Радикович, я вас приветствую. Здравствуйте. Буквально недавно налоговое законодательство претерпело изменения в части контрольно-кассовой техники. Скажите, пожалуйста, в чем заключается основная суть этих изменений и особенности? Да, действительно, с 15 июля 2016 года вступил в силу федеральный закон номер 290 ФЗ, который внес значительные изменения в порядок применения контрольно-кассовой техники. Изменения были внесены как в сам федеральный закон 54 ФЗ о применении контрольно-кассовой техники, так и в кодекс об административных правонарушениях. Основным моментом этих изменений является то, что теперь при торговле индивидуальных предпринимателей и организацией должны использовать онлайн-кассу, которая передает посредством сети интернет фискальные данные в налоговый орган напрямую. Как существовала эта система раньше, дело в том, что в системе торговли всего было два субъекта – это покупатель и продавец. Изредка время от времени в силу исполнения своей функции в этот тандем вклинивалась федеральная новая служба, когда проводила проверки. Теперь в системе продаж перманентно присутствуют четыре субъекта – это покупатель, продавец, оператор фискальных данных и федеральная новая служба на постоянной основе. Вот в этом и основное отличие от старого законодательства. Что требуется сейчас от предпринимателей? Какие задачи ставят перед ними в свете новшеств? Дело в том, что поскольку фискальные данные должны передаваться посредством сети интернет, соответственно, для того, чтобы использовать контрольно-кассовую технику, в онлайн-режиме необходимо подключение к интернету. Далее необходимо приобрести эту контрольно-кассовую технику. У нас в республике продажу этой контрольно-кассовой техники осуществляют более 20 ритейлеров. У нас в Якутске, в самом Якутске, около 19. Поэтому в настоящий момент проблемы дефицита новой онлайн-контрольно-кассовой техники нет. Скажите, а как охотно, вообще как реагируют предприниматели на новшества? По состоянию на 1 ноября 2017 года, буквально позавчера, у нас в республике в целом было зарегистрировано более 6800 единиц контрольно-кассовой техники. И, в общем, встречи с предпринимательским сообществом показывают, что в целом реформа предпринимательским сообществом принята благосклонно. И все предприниматели, как они и ранее, стараются соблюсти федеральное законодательство в полной мере. Вильдан Радикович, скажите, пожалуйста, а как скажутся вот эти вот новшества, эта новая обязанность, так скажем, на районах Крайнего Севера? Ну, вот именно северных, арктических, там как раз, где испытывают зачастую проблемы с интернетом? Дело в том, что существующим законодательством не установлена обязанность для всех применять эту контрольно-кассовую технику. Федеральным законом установлены, условно говоря, три группы пользователей контрольно-кассовой техники. Это первая группа, это те, кто должен применять контрольно-кассовую технику в онлайн-режиме. Вторая группа, это те, кто должны применять контрольно-кассовую технику, но передавать фискальные данные в налоговый орган, обязанностей на них нет. И третья группа, это предприниматели по роду деятельности, либо по территориальности, в том числе и отдаленные от сетей связи, отдаленные, простите, отдаленные труднодоступные местности. Там предприниматели вообще могут работать без применения контрольно-кассовой техники, при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы установить вот это оборудование, предприниматель должен затратить определенную сумму денег, времени, соответственно, подключиться к интернету и так далее и тому подобное. То есть это расходы, это потеря доходов, день-два или сколько нужно для этого. И поэтому, видимо, неохотно предприниматели пока идут на замену этого кассового оборудования. Так ли это? Таких данных, подтверждающих, что неохотно прямо у нас нет. Но дело в том, что действительно, новое законодательство, оно представляет перед предпринимательским сообществом новые задачи. Эти задачи, конечно, состоят в дополнительных тратах, но более важные задачи состоят в том, что на сегодняшний момент предприниматели только переходят на скрупулезный товарный учет. Многие предприниматели, это не секрет, работали, учитывали свой товар по тетрадкам, по грузбухам и так далее и так далее. Даже уже в преддверии наступления третьего тысячелетия. Сейчас организация нормального скрупулезного товарного учета в каждом магазине, это уже главная задача, которая стоит перед предпринимателями ввиду изменений. Поэтому, конечно, денежные затраты, они есть, будут, но основной момент – необходимость организации товарного учета. Скажите, а сколько на сегодняшний момент уже предпринимателей подключились к новому оборудованию? Есть ли такие данные? Есть. Порядка 5600 организаций и индивидуальных предпринимателей зарегистрировали более 6800 контрольной качественной техники. То есть по республике? По республике в целом, да. А это процент какой у нас получается от общего числа? Приблизительный предпринимателей? Предприниматели у нас по республике… Не могу сказать. Ну, хорошо. То есть, ну, в принципе, картина такая, что люди уже подключаются. Те, кто должен был, да. Они уже подключаются. Скажите, пожалуйста, а если не будет подключено новое оборудование, тогда что, последует наказание? Дело в том, что сейчас… И какие сроки, то есть до какого периода времени должно быть подключено новое оборудование? Дело в том, что сейчас, хотя это не установлено федеральным законодательством, федеральная налоговая служба представляет такое положение переходного периода. При этом положении федеральная налоговая служба не инициирует самостоятельно проверки применения контрольно-кассовой техники. Сейчас по всей России федеральные налоговые службы, территориальные органы федеральной налоговой службы, они перешли в консультационный режим работы. Поэтому сейчас никаких административных наказаний не будет следовать за то, что если кто-то где-то еще не приобрел, но не получается у него работать, возникли какие-то проблемы. Единственное, мы сейчас работаем в консультационном режиме. Но поскольку действуют еще иные законы, в том числе и закон 59 ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан, вот по этому закону, если какой-то гражданин пожалуется, что где-то его не выдали чек, мы будем вынуждены выйти на проверку. А сами налоговые органы не инициируют проверки, как раньше. Вот вы назвали три категории предпринимателей, которые обязаны подключиться и так далее. Правильно ли я поняла, что это категория каких-то так называемых льготников? Или есть все должны, или вот именно льготная категория предпринимателей есть, которые не будут устанавливать? Ну вот немножко. Да. Дело в том, что вот федеральным законом 54 ФЗ в настоящей его форме предусмотрен широкий перечень освобождений от применения контрольно-кассовой техники. Как я уже указывал, это первая категория, это по территориальности. Вот в феврале этого года, 20 февраля 2017 года постановлением правительства Республики Саха-Якутия приняты перечни, в том числе перечень отдаленных труднодоступных местностей, в которых вообще применять контрольно-кассовую технику не надо, не обязательно. Кроме того, этим же постановлением принят перечень отдаленных от сетей связи. Ну это понятно. А вот помимо вот этих трех категорий еще какие-то... Есть по деятельности, по видам деятельности. По видам деятельности указанным в самом федеральном законе 54 ФЗ, это, например, покраска, ремонт обуви, торговля на рынках и иные виды деятельности. Кроме того, у нас до сих пор еще действуют вот эти положения переходного периода, которые подразумевают то, что налогоплательщики, использующие единый налог на вмененный доход, индивидуальные предприниматели, находящиеся на патентной системе налогоблажения, а также организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, они должны применять контрольно-кассовую технику с 1 июля 2018 года. Это положение переходного периода. До 1 июля срок у них есть, да? Да, есть срок. Скажите, пожалуйста, а вот эти нововведения, как скажутся на налоговых сборах в целом? Дело в том, что как раз эти нововведения, они должны напрямую повлиять на поступление налогов и сборов. Еще вот, поскольку для налоговой службы направление в онлайн-режиме этих фискальных данных предоставит широкие возможности для контроля, не беспокоя налогоплательщиков в первую очередь, то уже, как было сказано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, уже недобросовестные продавцы, они не смогут отчитаться неверной информацией в налоговую службу, поскольку уже по каждому чеку, по каждому расчету информация будет направляться в Федеральную налоговую службу. Система станет прозрачной. Да. Скажите, пожалуйста, вот если возникнут какие-то вопросы, может быть, трудности, ну, в принципе, да, какие-то вопросы, куда можно обратиться предпринимателю? Конечно, можно обратиться в налоговый орган, в налоговую инспекцию по месту нахождения, есть специальные сотрудники, выделенные для ответов на вопросы, для помощи. В случае, также можно обратиться и в управление Федеральной налоговой службы, пожалуйста, вот по телефону лично ко мне, это 39-32-44, телефон 39-32-44, мы ответим, поможем и направим по верному пути. Благодарю вас за беседу, и, ну, конечно же, звонить по телефону нужно в рабочее время. И нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы номер один Федеральной налоговой службы Вильдан Минеев. Оставайтесь с нами, и мы обязательно обсудим все самые важные темы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»